Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галена Конышева. Сегодня 2 октября 2019 года. А вот 18 сентября 2019 года я выпустила ролик под названием «Улики XIX века. Москва. Средний треугольный переулок. Фильм первый». Это был фрагмент нашего маршрута по району Москвы, треугольной мануфактуры, улицы 905 года и окрестностей. У нас собралась новая группа, и навстречу пришел один из свидетелей допотопной Москвы по имени Николай. Я зачитывала его воспоминания о районе Москвы, улице Большая Дмитровка и Столешников переулок. Он там жил. Рекомендую всем посмотреть эти работы. Там много доказательств искусственного глиняного засыпа, а также по символике потопа в архитектуре и захватчиков, которые окончательно утвердились в 1860-х годах. Это фильмы «Египетская сила», «Египетскую силу прикрыли», «Москва. Большая Дмитровка. 9», «Прогулки по Москве до потопной» с Галиной Кунышевой, 30-й и 03-го, 2019-го. И другие фильмы, кстати, потому что и фильмы Анны Каренина, о чём умолчал классик, в них всех упоминается именно «Большая Дмитровка», «Прилегающие переулки» и рассказ о них. Рубежная дата встречается повсеместно, как переход с одной формации к другой, как переход через большую мировую катастрофу. Рубежная дата, я имею в виду, 1860-й год. Кстати, после выпуска фильмов некоторые объекты прикрыли окончательно под реконструкцию. И так получилось в египетском доме на Большой Дмитровке, который дал толчок целой серии фильмов под названием «Египетская сила». Тем, кто недавно на моём канале, рекомендую посмотреть эти серии, где объясняют с помощью военного эксперта, каким образом шла зачистка территории. Так вот, закрыты уже дворы и подлежат сносу те постройки, которые мы успели заснять вот в этом дворе, там, где дом с египетской символикой. Большая Дмитровка, дом 9. Всё, уже больше этого не увидишь. Это можно увидеть только в моих фильмах, то, что мы успели снять. Сталич, так, вот про него расскажите. Не против, если я вас выяснил? Внизу действительно был первый этаж, полноценный где-то, метод, и ещё поднимут, и всё, соперный этаж, всё это под землёй. Вот там маркет раньше был. Знакомая она у нас была, и мы туда ходили. В этом подземелье, да? Да. Что интересно, вот стол удивительно, в подъезде, в доме два подъезда, номер 7 и номер 8, и остальные непонятно. Квартиры, они, порядок идёт сверху вниз. Вторая, третья над ней, четвёртая. Рядом там седьмая, восьмая, вот так, по вертикальной квартире. Тринадцатый нет, естественно. Всё так запутанно, в общем, даже не... А какой номер дома? Номер 20-5, строение 2. Он, 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 оцифровка по Большой Дмитровке? Да, ему примукает этот судон, 22-й дом, о котором мы говорили, коричневый дом. И продолжение его 20-5, строение 2, он внутри. Перед ним ещё построили. А не помните, какие там перекрытия, вот внизу? Вот всё интересно, чёрные подъезда, там бетон, бетонные ступеньки, я думаю, перекрытия не деревянные, как говорили, там, скорее всего, узлы, они использовали ли бетон. Но там воздух, перекрытия такие, что там они двойные, там они большие, там пространство воздуха. Я проваливался в паркет, но по колено туда. Потому что у нас старинный паркет проваливался, и мы говорили, что там просто так. И там ещё... Вообще весь дом прокидал периодически? Прокидал он постоянно. Да, а главное, что в подвале он, будучи ещё ребёнком, и удивлялся, почему окна упираются в землю, и двери тоже упираются в землю. Причём полноценные этажи по 4 метра где-то, 3,80. Да, когда потолков 4 метра, даже в нижний этаж. В перекрытиях воздух. А когда там обвалилось у нас, между... У нас как бы так, вон такой дворик, древний дворик. И между вот домами обвалилось туда. Я смотрел, и просто дна не было видно. Потом загоняли машины с бетоном. Они, наверное, месяца полтора там заливали всё это дело. А рядом был такой провал известный на Большой Дмитровке, где машины улетали. Да, было такое дело. Ну, там удивительно, там же чё только нет. А чё там вот интересно, где отделение полиции, да, у нас отделение милиции, вот про него я читал, что там пенель до Кремля. И вот дали милицию. То есть, естественно, там никто не пройдёт. Ну, спасибо большое. Район Трёхгорки, улица 1905 года, известна с 15 века по официальной истории. Цитата. Урочище Три горы впервые упоминается в документах 15 века. Тогда оно принадлежало удельному князю Серпуховскому Владимиру Храброму, а потом Новинскому монастырю. Новинский, возможно, от слова «новый». Какой-то там монастырь. После сооружения в 1742 году камер Калежского вала Три горы оказались в черте Москвы. В 1799 году купец Василий Прохоров и мастер красильного дела Фёдор Рязанов основали в Москве ситценабивную фабрику, которую назвали Трёхгорной, по названию «Местности». Фотография товарищества Прохоровской Трёхгорной мануфактуры 1890-е годы. Как видим, дома засыпаны, закопаны. Позже здесь поднимутся новые корпуса. Ещё фото корпуса. Дома 1925 года. Фотография. Этот дом сохранился. Кстати, вот была у нас прогулка по Большой Дмитровке, и мы успели посмотреть дворы, и там остался допотопных зданий. А теперь это всё закрыто. Эти дворы, свидетели войны 19 века, будут снесены. Так что мы иногда успеваем запрыгнуть в пояс, набирающий ход. Сегодня здание ещё есть, а завтра или пустое место, или новый супермаркет. Очередной поход у нас. Машам? Тони бежит! Всё, вперёд пошли. Пошли искать допотопную Москву. Переходим на другую сторону, и сразу же начинаем изучать дом по улице Пресненский вал, дом 8, корпус 2. Дом 8, корпус 2. Нет, всё закрыли. А мы дальше пройдём. Там вообще... А, смысл, вот, вот, афон такой. Неизбененные луны. Там есть камера, какую никогда не сделают. Посмотрите. Так она и здесь такая же. А там тоже, конечно. Да, такая же, такая же. Это же просто закрыли речисками. Хочу сказать, что улица 1905 года это верхняя точка трёх горок. Считается, что три горы это часть семи холмов Москвы. Конкретно информации, что это за горы или холмы, не встретилось. А вот по дому улица Пресненский вал, 8, корпус 2, есть силуэт здания на карте 1852 года. На атласе столичного города Москвы 1852 год, Хотевский план так называемый, мы видим, как очень густо застроена Москва. То есть к этому времени она очень густо застроена. Только глядитесь. Это уже послепожарная Москва, после нашествия Наполеона. Это не деревянные домушки. Здесь очень много зданий, которые стоят на каменных сводчатых фундаментах. И, по всей видимости, этот домик-то здесь на плане существует. Вот он, похоже. Дом 8, корпус 2. Вот. Раз переулок, два переулок. Кстати, почему-то название не холмы, а именно валы. Пресненский вал. Кто и как заваливал эти валы в Москве? Когда читаешь официальную версию и пытаешься представить объёмы работ по созданию этих валов, как говорит официальная история, то, понимаешь, посмеялись ребята, хорошо. Но для полноты картины необходимо сказать об этих валах. Именно официальную историю. В Москве несколько валов. Названия сохранились в топонимике. Итак, валы и заставы по периметру города были учреждены камер-коллегии. Коллегии, отвечавшие за казённые сборы как таможенные границы города Москвы для ввоза товаров и обложения их внутренними пошлинами. Предшественником камер-коллежского вала являлся учреждённый в 1731 году водочными откупщиками компанейский вал. Интересно. Вал представлял собой заградительное сооружение, высокую земляную насыпь. С наружной стороны насыпи был ров с внутренней проезд, где периодически проезжали патрули конных стражников. Вот интересно, когда эту насыпь делают, землю же откуда-то берут, если это земля. То есть насколько она плодородная, это плодородная земля или речь идёт о глине. Мы об этом не задумываемся, мы просто читаем и всё. Не понимая, собственно говоря, что за информация за этим скрывается. На валу располагались 16, затем 18 застав, названных по именам проходивших через них дорог. В 1754 году внутриимперской таможни была отменена, но на валу были сохранены полицейские посты внутреннего паспортного контроля. Далее интересный момент. После чумы 1771 года за кольцо валов были выведены городские кладбища. Вот эта вот чума, это тоже очень интересный момент для Москвы, не только для Москвы. А похороны в черте города были запрещены. С 1864 года, вот у нас здесь даже не упоминается никаким образом наполеоновский пожар, и сразу перескок идёт к 1864 году. То есть практически 100 лет здесь никаких изменений нет. Кольцо валов стало границей между территориями города, управляющимися Московской городской думой, и загородными землями, управляющимися земством. Заставы на валу были ликвидированы в 1852 году, а срыли вал во второй половине XIX века. Вот опять-таки интересно, каким образом срывали вал во второй половине XIX века. Ну, хоть одна фотография, но во второй половине уже были, были фотографии. Почему нет фотографий этих валов? Как выглядела Москва? Каким образом её срывали, если в 1952 году здесь всё густо застроено? Что срывали? Или это просто вот что означает вот эта фраза? Ведь за ней же что-то стоит, за ней стоят колоссальные работы, объёмы грунтовых работ. Как это представить? Что это такое было? Непонятно совершенно. Сейчас я выдвину версию. Внимание! Считаю, что эти валы, то есть круг этих валов, потому что это кольцо, бывшая окружная железная дорога, которую или срыли, или она оказалась завалена глиной. То, что это может быть железная дорога, аргументированно доказал Александр Домбровский на примере змеевых валов на Украине. Смотрите, его фильмы есть в Ютубе. Несколько серий, где очень Александр убедителен. Я поддерживаю его, эту версию. Предполагаю, что и земляные валы Москвы это также окружная железная дорога по типу сегодняшней окружной железной дороги. Изучаем дома рядом. Вот обычный дом, можно пройти мимо, но мы замечаем в стене большая арка, заложена кирпичом, закрашена и незаметно для прохожих. Пройдешь мимо, не обратишь внимания. А это ведь какая-то въездная арка была. Значит, рядом было строение большое, каменное. А эта арка, это проезд во двор был необходим. Вот еще один секрет. Стоял дом, исчез. Соответственно, предполагаю, что на месте этих пустырей там внизу стоят, ну, может быть, несколько уровней подвальных помещений, заваленных грунтом, глиной. По ходу мы заглядываем, естественно, в каждые приемки. И в одном из них лежит бесхозный ковер-самолет, отработанный. Гравитация изменилась, как и мысленные вибрации. И ковер перестал летать. Это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля истины. Когда говорят, что подобные приемки это так строили, ну, мы видим, что это тот самый культурный слой. Вот он туда оседает. Это, получается, сборник для мусора. Вот этот дом фабриканта Прохорова, это казарма для рабочих. Это здание я показывала в первом фильме. Мы его рассматривали. Я сравниваю дома. Старое фото и современное фото. Если поработать немного в фотошопе и представить, как могли стоять въездные колонны из красного кирпича, в которые крепились въездные ворота, потому что ворота не встраиваются в живую стену дома, как сегодня, а для них и калитки ставятся специальные столбы. Рядом мог стоять такой же дом. Деревянный дом на фото 1900 года есть, но это послекатастрофный дом. Показательное фото вывели людей сфотографироваться и рядом жандарм стоит. Зачем, спрашивается? Или это люди поднадзорные? Сколько вопросов возникает помимо основной темы, глядя на старые фото? По нечетной стороне от дома казарм есть еще один непростой дом. Я считаю теперь, что он тоже допотопный, сейчас буду доказывать. Итак, официальная справка. Дом номер 7. Четырехэтажный кирпичный жилой дом, построенный в 1957 году по индивидуальному проекту. Кстати, в этот двор мы заходили, я показывала в первом фильме. И тогда мы заглянули в вытяжную трубу посреди двора, которая стоит, которая как бы из бомбоубежища, так сказал местный житель. Дом стоит с засыпанными окнами. Так что не так? Официальная дата постройки 1957. Но кто сказал, что этот дом построен с фундамента, с котлована, а не стоит на старых стенах? Что еще не так? А то, что и у этого дома, и рядом у дома казарм есть общие показатели. Это первое, засыпанные окна, и еще один немаловажный факт. У обоих домов есть пристроенная котельная, которая находится в подвальных помещениях. Если дом казармы построен в начале 19 века, в 1810-х, одновременно со строительством мануфактуры, а рядом дом построен в 20 веке, то почему и у того, и у другого здания пристроены кирпичные дымоходы, трубы с котельной, которые находятся в подвальных помещениях? Разве в 20 веке не было центрального отопления в Москве? Эти пристройки котельных означают то, что дома либо обогревались иначе, изначально были так построены, либо был другой климат, либо что-то произошло, была нарушена система центрального отопления, пришлось пристраивать котельные, которые могли топиться как дровами, так, вероятнее всего, углем, и обогревать многоэтажные дома. И тогда дом якобы постройки 1957-го, предположу, был достроен или восстановлен из допотопного дома начала 19-го века, ну или более раннего, мы не знаем, какие там внутри подвала, перекрытия, может быть, он точно так же стоит на сводчатых фундаментах и подвалах, доступа туда нет. Подтверждение моей версии дало неожиданный факт. Наши люди, кто приходит на прогулки по допотопной Москве, находятся в теме и знают, что искать. И пока мы обращали внимание, рассматривали одну часть здания, то два наших исследователя смогли попасть в подвал этого дома, а потом и мы вслед за ними, и что? И вот теперь мы в подвале этого дома, построенного якобы в 1957-м году. Признаки допотопного дома кирпичные стены уходят в пол, значит, это не окончательная стена, она идет дальше вниз, подвал находится под всем домом и окна находятся по всему периметру, значит, когда-то это был полноценный этаж. Второй и один из главных признаков того, что дом допотопный, это то, что часть половиц снята в подвале, где проложен современный нашей эры, это после XX века, трубы, и они положены прямо в глину. Пол подвала засыпан глиной и не откопан до конца. Застелен пол прямо по глине, это значит, дом был допотопный, вся система водоснабжения, канализации, которая там была, находится на некоторых уровнях ниже, насколько ниже, неизвестно. Глина текла и заливала в окна и заполняла нижние этажи, поэтому после того, как все устаканилось и людей стали заселять вновь в города, чтобы обогреваться в новых условиях, стали делать пристрой в виде котельных и кирпичных дымоходов. Подвалы частично освободили от глины, но не до конца. в я думала здесь закрыт и закрыт в 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 Да, очень мягко, и здесь что-то такое, что-то здесь есть. Да. Да, конечно, что-нибудь сделают. Кстати, раздолбанная стена. Красный кирпич идет. Это говорит о том... Нет, нет, это старый кирпич. Это старый кирпич, и он вот в эрозии весь. Что-то, может быть, закладывали, докладывали, пытались его замазать. Потому что он разрушался. Это же, по-моему, тот самый. Если он дальше идет весь этот кирпич, а он 100% идет дальше. И дальше вниз он идет. Значит, соколь где-то там, фундамент. И откуда столько вот этой грязи, вопрос. Так, а здесь все в глине похоже. Вот это вот все. Засыпал, засыпал. Там красный кирпич виднеется тоже. Ну да, да, да. Здесь все закопано. Здесь все в грязи. Труба это новая. Ну что там, весь по всем домам, да? Ну да, там уже на рабочих на основе. Все, пошли, уходим, уходим. Вернемся на перекресток. В почетной стороне дом 6, дробь 20. Это дом Верещагиной. Деревянный, одноэтажный. На пересечении Средне-Трехгорного и Ново-Ваганьковского переулков. Построен между 1806 и 1811 годами. В 1980-е годы дом серьезно пострадал от пожара. После пожара 1998-го от него остался один каменный фундамент. В первой серии фильма мы подошли сюда и гадали, какого возраста эти останцы, что это было, что это за усадьба, что за строение. И на тот момент не было информации о этих развалинах. Но главное послать запрос во Вселенную. И буквально сразу я сама, и мне прислали в комментариях, нашла фотографию и информацию по этим развалинам. Оказалось, что это дом сестры художника-баталиста Василия Васильевича Верещагина. Известны его картины сражений «Воин конца XIX века». Одна из картин неоднозначна. Апофеоз войны. Мы видим черепа, гора из черепов, пустыня, все мертвое. Конечно, это символизм. Однако мы знаем, что в парижских катакомбах 6 миллионов совершенно реальных черепов хранятся. А вот картина «После атаки. Перевязочный пункт». Картина почти пророческая, следующая. И, соответственно, датировка постройки здания начала XIX века. Как видим, бетон в это время существовал вполне. Несколько по цвету отличается от современного и по крепости. От нашего при таком обращении вообще бы ничего не осталось. Усадьба несколько раз горела. Ее собирались восстанавливать еще в 2016 году. Но ВОЗ и ныне там. Видны краснокирпичные стены, которые уходят вниз под землю. То есть там есть глубокие подвалы, как и, собственно говоря, у всех домов. Старых московских домов. Дом этот можно увидеть в советском фильме 1954 года «Анна на шее». Итак, и здесь информация пришла. На 1954 год еще есть брусчатка. И сохранился облик улицы с конца XIX века. Здесь же можно увидеть, как выглядела усадьба Верещагиной. А также, как выглядел храм Николая Святителя. И фото, найденного из альбома 1886 года. А теперь обратим внимание на главное здание этого перекрестка – храм Николая Святителя. Храм Николая Святителя. Буквально «све-ти-ти-ти-ля». Эклектика. История официальная – то, что известен с конца XVII века. Что приходская церковная община переселялась по городу неоднократно. И, что удивительно, всегда переносила с собой церковь. Вероятно, поэтому некоторое время она носила название «Храм Николы на курьи ножки». Название «на курьих ножках». Интересно, как это понять? Что значит «переносили храм с собой»? Непонятно. В советские времена здесь находился дом пионеров имени Павлика Морозова. И новый Ваганхевский переулок назывался улицей Павлика. Носил имя Павлика Морозова. Дом пионеров выглядел вполне в античном стиле, без колокольни и купола. Итак, Николай – святитель, главный по освящению. Наши соратники-исследователи уже доказали, что так называемые храмы и церкви были техническими сооружениями, электростанциями. Потом, когда пришли на Русь крестоносцы, стали занимать заводы по энергоснабжению. Это главное при захвате территорий. У кого энергии, того и тапки. Посмотрите на день сегодняшний. Это очевидно. У кого рубильник, тот и тарифы рисует. Те, кто занимался освящением, святители стали называться святителями. Поменяли одну букву «Е» на «Я», чтобы не париться. Несколько потолок. Это потолок, это еще не конец. Этот потолок, это не конец. Это выложено очень много домов в подвальным помещениях, которые не выкопали, не довыкопали до конца. Там должны быть переходы и проходы, потому что вот эти вытяжки... То есть он перестраивался. Вот видите, еще арка виднеется. Так вот, на старой одной фотографии, которую мне удалось найти, они действительно, вот эти все, вот эти, и здесь тоже такие же арки. Они там тоже просвечивают. Вот за этими окнами тоже арка. Переход сделан, если там есть потолок, то он сделан искусственно. То есть там арка большая. То есть здесь, вот здесь, вот это были арочные, вот там тоже. Ну, хотите, пойдемте зайдем, попробуем. Обходим и осматриваем здание полностью. И оказывается, что все предположения по общему визуальному осмотру впоследствии оказываются верными. В храме есть подвал. Мне удалось туда заглянуть. Там оказались арочные своды и перегородки, что я с ним перестрою. Сегодня трудно сказать, как в советское время храм выглядел внутри. Но вероятно, что опорные колонны и своды основного здания без купола и колокольни родные. Под всей территорией храма имеются подземные пространства. Об этом говорят и вытяжки. Есть одно фото советских времен перестройки храма, где можно разглядеть, как стены идут дальше основных стен храма. И там еще вверх. Там еще вверх. Какие у нас размеры кирпича на нашем стандарте? Стандартный размер кирпича современного 250 на 120 на 65. Так, а у нас здесь что получается? Теперь повторим. 70. 270 на 130, по-моему. 270 и 135. 135 и 270 на 70. Все, то есть он больше? Больше, да. Все хорошо. Итак, все дома в районе Среднего Трехгорного переулка улицы 1905 года имеют полноценные подземные этажи, в которых находится недооткопанная глина. Размеры кирпичей старой стены храма Николая Светителя больше современных. Храм имеет подвалы на арочных перекрытиях. Благодарю за внимание. Продолжение следует. Впереди на этом маршруте есть еще интересные объекты, которые прямо свидетельствуют о масштабной катастрофе середины 19 века. Район Трехгорной мануфактуры открыл еще сюрпризы. Предполагаем, что есть подземный ход от храма Николая Светителя к еще одному загадочному дому, о котором я расскажу в следующей серии. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Галина Конышева. Субтитры создавал DimaTorzok